Здравствуйте, Джамбалет! Очень приятно с вами встретиться в Туапсе, в спортивной школе номер один, я так понимаю, где на сегодняшний день собрался такой мощный коллектив Туапсинского района дзюдо, да, собирается? И вот мы находились сегодня на дне борьбы. Я хочу поговорить с вами, точнее, задать несколько вопросов, которые, возможно, вы сможете дать свои точные ответы. Что вас волнует как тренера? Вообще, я думаю, это не только меня как тренера, я думаю, каждую личность в нашей стране волнует будущее своих детей, будущее всех наших детей, будущее вообще страны и в каком плане, ну, такая намечается тенденция ухудшения воспитания, к сожалению, намечается тенденция ухудшения развития физическое и, ну, соответственно, интеллектуальное. Вот хочется вот эту кривую вниз, падающую, ее чуть-чуть остановить. Вот, ну, я думаю, каждый учитель, тренер, который чуть-чуть заинтересован, да не только любой человек, неровно, так скажем, неровно дышащий, он должен, он обязан стараться, я думаю, что мы тоже стараемся. У вас много учеников, многие из них достаточно уже высоко, в области такого большого спортивно-соревновательного джюдо. Как посмотреть талант в ученике? Вообще, талант здорово, но лучше, когда человек трудится и когда ему говорят от желаний в глаза. Чаще такие люди добиваются чего-то, потому что вот на моей памяти было много талантливых ребят, но многие из них они себя так и не раскрыли. Кому-то не хватило терпения, кому-то трудолюбия, кому-то вот целеустремленности. Это похожие все термины, но в принципе у каждого было что-то свое. А наверх полезали ребята, которые на первый взгляд, ну часто, это не всегда, которые на первый взгляд не казались талантливыми, они казались обычными. Ну они могли трудиться, терпеть, как я уже сказал, саморазвиваться, это тоже немаловажно. Я посмотрел на вашу эмоциональность и, честно говоря, у меня уже самого фунтс поднялся, так сказать. Вот, и имея небольшой опыт тренерской практики и зная, что вот это вот всегда какая-то есть тревожность за учеников, хочется, чтобы они все-таки попробовали то, что мы им предлагаем, да, учителя. Я вижу, что вы очень эмоциональны. Какой метод вы используете для самовосстановления? Это же немаловажно, потому что приходить каждый день в зал, это тоже непростая работа, как тренер. Да, да, вообще, наверное, как многие, я очень люблю природу, лес там, горы, но времени, честно говоря, мало где-то попасть, побывать. Речки у нас есть, места красивые, вот по возможности стараюсь попасть. Но иногда больше силы возвращает, когда ученики что-то выиграют. Вроде бы казалось, сегодня битвы сил нет, желаний нет. Кто-то из учеников где-то что-то показал, причем шагнул на следующую ступень, вышел, и завтра ты идешь, наверное, с силами. Вот часто и такое было. Ну, наверное, так, потому что, ну, у меня так вся жизнь идет, я по-другому как-то не отдыхал. Знаете, вот есть там кодекс чести джудаиста, такие вот этические нормы поведения, да, этика такая человек, но они общепринятые вообще все, смелые, свежие, свежие, свежие. На ваш взгляд, вообще не преувеличено ли влияние джудо на человека? Нет, я думаю, что нет. Не случайно джудо признано одним из самых лучше развивающих ребенка видов спорта. Если не лучше, мне сейчас могу ошибаться, но я слышал такую информацию, просто не могу вам сказать, откуда я ее зашел. Вот, но вообще джудо в том числе, любой вид спорта, который заставляет ребенка трудиться, идти к цели упорно, добиваться чего-то, опять же развиваться, как мы уже говорили, да, расти как личность, как человек, который пытается выстроить сегодня недостижимые цели, а завтра это, ну, скажем, обыденность. Вот, я думаю, джудо в том числе все это развивает очень сильно. Ну, вот джудо, мне кажется, больше, поэтому мы их придем. Спасибо. Ну, я многим задаю этот вопрос, есть ли, как бы, разные представления о джудо, да, там, Канаде Горо, как бы, свое определение дал, и так далее, люди дают свое определение джудо. А вот ваше личное, ваше определение джудо, это? Ну, начнем с того, что это, конечно же, жизнь, то есть мы здесь, выходной день, там, отпуск и все прочее, это жизнь. Вот, ну, я бы поделил уже, наверное, как тренер, я бы поделил для спортсменов, для кого это, как говорится, система воспитания, для кого-то это цель жизни, ну, скажем, проявить себя и добиться чего-то большого, для кого-то это, возможно, просто физкультура, почему бы нет? Ну, я думаю, что я сейчас просто так не готов сказать, ну, еще много можно найти разных таких моментов, за которые люди цепляются. Для меня это жизнь, я здесь, у меня почти вся семья здесь, все дети почти борются, поэтому мне это интересно именно так, мне интересно, когда люди растут, мне интересно, когда я сам был спортсмен, чего, ну, насколько ты становишься сильнее, насколько ты становишься понятливее именно для единоборства, то есть ты сегодня, казалось бы, учился бороться, завтра вышел, тебе вроде бы боксом стало легче заниматься, ну, и так далее. Вот я думаю, что, опять вернувшись к нашей фразе, что дзюдо один из лучших моментов для развития личности, вот я думаю, что включить в то, что это еще и жизнь, вот тогда, наверное, там будет ответ. Спасибо. И в заключении, что бы вы пожелали настоящим и будущим дзюдоистам? Всем, всем бы пожелал поставить какую-то цель в жизни, независимо какая-то цель. Кому-то нужны Олимпийские игры, кому-то первенство края, кому-то первенство России, кому-то просто стать лучше, чем был вчера, у нас такой воздух там очень хороший, вот. Идти к этой цели, добиваться и не сдаваться, наверное, потому что все равно, переводя все это на жизнь, это, скажем, это сильный полчок в жизни. Если человек умеет терпеть, не сдаваться, идти к своей цели, опять то, о чем мы с вами говорили, я думаю, что это очень положительно скажется на его дальнейшее существование. Спасибо большое, Джундулет. Очень приятно было у вас в гостях. Спасибо за приятную лекцию.